Железный конь под контролем. Полоса препятствий пройдена почти на отлично. Участие в соревнованиях ученики 133-й Самарской гимназии принимают ежегодно. По их словам, знание правил дорожного движения обязательно пригодится в будущем. Чтобы потом было легче, например, сдать на права, то есть, чтобы заранее уже все знать. И потом нигде не ошибаться. В соревновании «Безопасное колесо» для школьников проводится ежегодно. В этом году участие в городском этапе приняли более 30 ребят из 9 самарских школ. Состязались в знании правил дорожного движения, фигурном вождении велосипеда и даже оказывали первую медицинскую помощь. Нам будет легче помогать другим людям, если у них какие-нибудь травмы. По данным госавтоинспекции, именно на летний период приходится пик детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года в ДТП пострадали более 30 подростков, в том числе и в качестве пешеходов. У нас категория детей данного возраста является пострадавшими ДТП. Сегодня на фоне роста аварийности с детским дорожно-транспортным травматизмом, это имеет очень, скажем так, активное значение. И необходимо именно с данной категорией детей пропагандировать правила дорожного движения, показывать им, как вести себя на дороге. И, я думаю, предпринятые меры позволят нам снизить аварийность. Все ребята получили сертификаты участников, а также призы от ГИБДД и Департамента образования. А победитель городского этапа соревнований «Безопасное колесо» будет представлять Самару на областном этапе, который пройдет в селе Ягодное. Алина Чемерис, Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.